Привет-привет, мои прекрасные зрители! Вы на моём канале Life in Garden, у меня в саду. Меня зовут Виктория, а мой канал про сад и немножко про жизнь. Ну что, а не пора ли нам начать наше весеннее выгребушечки? Да-да, именно такое милое, можно сказать, даже мимимишное выражение я сегодня услышала у одного блогера, который, которая начала весенние работы по весенней уборке у себя в саду. Я так вдохновилась этим милым выражением, что решила, что мне тоже пора уже пойти немножко повыгребать зимний мусор из своего сада. И свои весенние выгребушечки я начну вон оттуда, где вдалеке виднеется три сосны. Вот эту клумбу я выгребла ещё осенью. Она у меня сейчас просто в идеальном состоянии. Чего нельзя сказать от той, к которой я сейчас пробираюсь. Вот она, растрепушка моя. Здесь растёт очень много хризантем, которые сейчас уже пора все подстричь. А под ними я вижу уже появилась молодая поросль. Вот под этими сухими штурпаками уже, смотрите-ка, происходит весенняя магия. Ну что ж, в таком случае дадим весне дорогу. Расчистим ей поле деятельности, так сказать. Уберу все сухие засушенные хризантемы, а розы пока подстригать не буду. Им ещё рановато. Вот такой фронт работ у меня сегодня предстоит. Ну что ж, за работу. Сейчас буду обстригать хризантемы, а потом посмотрим, насколько всё изменится на этом участочке. Ну и ещё раз посмотрим, что было, что стало. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну что, посмотрим, как постепенно расчищается пространство. Ну красота, гаш! Поехали дальше! Субтитры Алексею Дубровскому! Ну что, хризантемки, давайте растите по новой. А я буду продвигаться дальше под сосны. А что, правда говорят, что самое большое удовольствие приносит наблюдать, как кто-то другой работает? с хризантемами на этом маленьком кусочке я разгреблась. Вот, и уже чтобы здесь покончить, уже на этом малюсеньком треугольничке, хочу подрезать сосны, уменьшить им длину, уменьшить вот эту вот раскидистость шариков, сделаю им эти вот мороженки поменьше, потому что для моего маленького сада держать сосны в таком большом размере это большая роскошь. И я их каждый сезон укорачиваю и держу в общем-то в одном и том же размере. Если бы я их запустила бы и давала бы им расти, они бы уже у меня были бы метра по три за это время. Поэтому сейчас все верхушки укорочу довольно сильно и за весну они успеют нарасти снова. Делаю все очень просто и смело. Подхожу с секатором и буквально вот каждую веточку отстригаю. Вот так. А потом посмотрю, вот видите, а потом посмотрю, возможно, даже уберу побольше. И при этом, конечно же, стараюсь поддерживать форму чупа-чупса. Ну вот, высоту я им понизила, почистила сухое. Видите, сколько много иголок. Изнутри почистила, вычистила, хорошенько прямо так выгребла руками. Я думаю, что можно даже еще немножечко убрать. Ничего с ними не случится. Такие растрепанные стали. Ничего, весна внесет свои коррективы, будут новые побеги, они будут пушистенькие, снова красивые. Да, может там тоже выгребать, конечно. Все равно там все выгребать. Да, надо еще, я думаю, понизить немножечко, немножечко понизить вот этой вот ближайшей, ближайшего шарика с правой стороны высоту. под каждым подстриженным кустом сухостоя находятся прямо весенние потаенные секреты, весенние откровения. Посмотрите, что мне открылось, когда я подстригла большой куст очитковидного. вот они, весенние радости. ну прямо как весенние зеленые розы. Пока нет роз, будем любоваться расцветающими очитками. а вот здесь под сухим кустом хризантемы уже есть тоже молодые побеги. подстричь-то я успела все за сегодня. А вот разгребушечки до конца придется перенести на завтра. Потому что поздно сильно вышло. Темнеет, хотя и намного позже, чем это было еще месяц назад. но очень быстро. Поэтому вот это сейчас достригу и на сегодня хватит. А как получилось покажу завтра. И еще мы пользуясь хорошей погодой решили подрезать все-таки деревья. Сейчас Юра я посмотрю. Юра же без меня не справится. Абрикосы так жутко разрастаются пилишь ее пилишь и по-моему она на следующий год дает еще больше побегов, чем отпилили. Просто метла метлой такая выросла. Я даже уже теряюсь, что с ней делать. на том месте, где спилили ветку в прошлом году, на том месте прямо буквально деревья вырастают из нее. Слышу, что спрашиваешь? Порченую отпиливать, конечно. Сухая, да? Отпиливай. Отпиливай, тем более она вовнутрь растет. Отпиливай. Ну, так Юра закончил уже абрикосу. Да, вовнутрь убирай. Все, больше ничего не трогай, тут сейчас пообрезаешь мне. И абрикос-то не будет. А веток как будто бы как будто бы лес спилили. Ну, что, вот они, первые весенние разгребушечки, которые всегда в радость и в удовольствие. Теперь можно полюбоваться чистотой и порядком, наведенным на клумбе. Сосны подстрижены, сухостой весь убран. Куча получилась огромная, надо сказать. Теперь можно себе сказать Викуся. Молодец! Молодец, Викуся! И полюбоваться, как здесь было летом, как стало осенью и как все это сейчас стоит снова в ожидании весны. Единственное, что я не подстригла розы. Розы еще стричь, я думаю, рановато, все-таки еще практически неделя до конца зимы осталось. И розы я где-то буду стричь в первых числах марта, ну, где-то примерно числа пятого, шестого, седьмого, восьмого, вот так. посмотрим по погоде. Если будет нормальная погода без заморозков, то можно уже начинать стричь розы. А сейчас посмотрим, как здесь было летом. Здесь лето, вовсю буйствуют розы, особенно старается заферия, вот она, справа и слева от моих трех сосен, которые в буйстве роз даже почти что и потерялись. но здесь уже осень, где-то примерно ближе к середине октября и, как видите, царят хризантемы. 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 что было буквально два дня назад. Мои прекрасные зрители, спасибо, что зашли и подписались. Спасибо, что просмотрели до конца и поставили лайки. На этом будем прощаться, до новых видео, пока-пока.